Инь-янь-йо, друзья! С вами снова я, Морская Свинья! Ну что ж, у нас уже пятый день, мы играем снова в Бесконечное Лето и должны выбрать туда, куда мы пойдем. Честно, вот я посмотрела там, в группе ВКонтакте про Бесконечное Лето, там столько разветвлений и сюжета, это просто... Это просто капец, друзья, я не знаю. Там столько надо... Я вот так просто думаю, ну знаете что, я уже лучше буду так, как я вот именно хочу, пройду вот эту концовку. И вот просто вы будете знать, что именно так прошла Морская Свинья. Ну все концовки, конечно, вы можете сами найти. Нифига мне их уже проходить. Да к тому же я, наверное, тоже сама их посмотрю, потому что... Игра прекрасна, но мне кажется, вот то, что в первый раз у тебя будет, мне кажется, вот это именно тебя и охарактеризует твой характер. Как бы все твои решения, которые ты именно делал, а не то, что ты знал, что надо как-то так ответить, чтобы была вот такая концовка. Мне кажется, это более хорошо так, видимо, выдумать, что я говорю фигню. Ладно, я хотела идти в столовую. И я пойду туда. Я всегда трепетно относился к своему здоровью. Но трепетнее всего в те моменты, когда становилась уже совсем не в моготу. А сейчас ходить я мог, ноги даже почти не болели. Следовательно, ступни и сами заживут. А вот голод ждать не будет, он не тетка. Не могли же пионеры съесть все совершенно подчистую. Хотя бы пара сосисок, яиц или на худой конец несколько кусочков хлеба должно остаться. Возле столовой было настолько пустынно и тихо, что я даже ни на секунду замешкался. Не здесь ли каждый пионер ищет свое счастье три раза в день, а некоторые чаще? Не здесь ли оазис в этой жарко-летней пустыне? Не здесь ли подпольная химическая лаборатория, следующее влияние неизвестных науки блюд на неокрепший организм подростков? Сейчас это здание больше напоминало брошенный защитниками бастион, эдакую Ларашель, покинутую гугеногами. Зайди внутрь, и тебя окружат призраки, героически боевших бойцов. Бойцов-то, блин. Впрочем, столовая была точно такая же, как и обычно. Разве что совершенно пустой, за исключением Мику, которая протирала стол. Увидев ее, я резко развернулся и попытался незаметно сбежать. Но сделать этого мне не удалось. Привет, Симеон, ты поесть пришел? Тебя же на застроке не было. То есть я не видела, может быть ты и был, но я не видела, но все же хорошо, что ты пришел. Эээ, привет. Да, я, да, вот зашел, думал, может осталось чего. А ничего не осталось, надо же дать обеда. Кстати, не поможешь мне? Я вот убираюсь. А зачем? А как же? Она надула губки. Кто-то же должен убираться. У нас съема очередь и до тебя дойдет. Нет уж, спасибо. А, ясно. Я уже собиралась уходить, но Мику никак не унималась. Так поможешь? Ладно. Ладно. Не знаю, зачем я согласился. Так часто бывает. Сначала принимаешь решение, а потом долго думаешь, почему ты сказала именно то, что сказал. Думаешь, думаешь. И все равно никак не можешь понять, с чего вдруг это себе в голову взбрело. Вот так себя чувствовал, натирая тряпкой столы один с одним. Знаешь, я песню новую придумала. Хочешь, спою? Опять будет это. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот такое. Не горю желанием. Хотя нет. Она задумалась. Петь и одновременно упираться будет тяжеловато. Тогда потом. Мику. Обезоруживающе улыбнулось. Да, конечно. А как-то классно вчера Шурика спас. Весь лагерь с самого утра только об этом и говорит. Я себя прямо героем ощущаю. Но ничего особенного. Нет, правда-правда. Вот бы я никогда не решилась пойти ночью в лес. Но еще и старый лагерь. Знаешь, сколько про него он легенд ходит? Про вожатую, которая застрелилась. Я представляю, если бы Ольга Дмитриевна влюбилась бы в Семена и застрелилась. А раньше говорили, что удавилась. А, ну да. Но это у них такие разные истории. Да и вообще. Это же так страшно. О, наверное. Я постарался полностью отключиться от каких-либо внешних раздражителей и сконцентрироваться на уборке. Это, по-моему, могло мне закончить быстрее, чем я ожидал. Вот и все. Спасибо. До обеда осталось еще довольно много времени, так что я решила немного пройтись. Направление было выбрано случайно, хотя одним словом можно было охарактеризовать как прямо. Ха. В итоге я отказался на площади. Что и неудивительно. Памятник Генди, кажется, являлся центральным местом этого лагеря. Этаким нулевым километром. Я сел на лавочку и задумался. Прошло уже четыре дня. А я не на йоту не приблизился к разгадке моего сюда попадания. Да, за это время случилось довольно много странных событий, но если разобраться, практически все можно объяснить логически. Любое из них могло бы произойти и в нормальной жизни. Нормальная жизнь. Этот терпин для меня стал потерян первоначальное значение. И правда, реакция на окружающую действительность, поступки и слова других людей, и свои собственные, все это здесь ненормально. За последние четыре дня мое мировоззрение получило серию болезненных ударов, поддых и апперкотов, после которых находится, если не в нокауте, то в глубоком ноукдауне. Иногда я сам не понимаю, почему совершаю те или иные действия, говорю те или иные слова. Точнее понимаю, но только не сразу. Однако это непонимание задним числом никак не помогает мне вести себя по-другому, более здраво, адекватнее, сложившейся ситуации. Моменты просветления случаются со мной все реже и реже. Если первый день моей единственной мыслью было, как выбраться отсюда, то сейчас меня больше волнует, где найти еду, как бы похитрее прогулять линейку по утрам, и что сказать Ольге Дмитриевне, если Алиса ей нажалуется. Ведь это для меня действительно важно. А с каждым днем подобная бытовая суматоха все больше вытесняет из моей головы мысли о том, что мир вокруг, и этот лагерь, и эти девочки совершенно ненормален. Однако поделать с собой я ничего не могу. Потому что просто забываю. Так же, как мы дышим неосознанно, я неосознанно все больше вливаюсь под вседневную жизнь внешних обитателей. Все больше становлюсь среди статистическим пионером. «Нет, это неправильно!» Громко воскликнул, и я ей несколько раз ударил себя по щекам. Вдруг из динамиков заиграла музыка, призывающая пионеров на обед. Наконец-то! Я в припрыжку поскакал в сторону столовой, а трансцендентальные мысли остались на площади, где не могли заинтересовать разве что Генду, будь он живым. День только начался, а мне уже столько всего пришлось пережить. Но я выстрелил, и теперь имею законное право наесться до отвола. Сегодня я пришел не позже всех, так что смог занять свободный столик. На обед давали гороховый суп и рыбу с картофельным пюре. Это меня сильно разочаровало, так как рыбы я не ел ни в каком виде, а значит, калорий мой организм получит меньше, чем обычно. Вскоре к моему столику подошли Славя и Лена. Ну вот. Можно? Она мило улыбнулась. А? Да, конечно. Я встал и выдала стул для нее. Прошу. Мое настроение в тот момент было лучше некуда. Приятного аппетита. Сказав это Лену, некоторое время пристально смотрела на меня, но потом, видимо, поняла, что выглядит несколько странно, и уткнулась в свою тарелку. И тебе. Семен, есть какие-нибудь планы на день? Нет. Искренне ответил я. Да, планов действительно никаких не было. Разве что поиск ответов, но скорее глобальная задача. Тогда не хочешь с нами прокатиться на лодке до острова? Остров. Кажется, я видела его с пристани. Зачем? Ольга Дмитриевна просила земляники собрать. Там ее много, и она такая вкусная. По выражению лица Слави, можно было представить вкус этой земляники, даже не пробуя. Земляника. А зачем? Не знаю, но, по-моему, идея отличная. По-моему, тоже. Тем более, на острове я еще не был. Да, пожалуй. Ну что ж, что за остров? Сейчас мы узнаем, ребят. Через 10 минут мы уже стояли на пристани. Вот лодка. Подожди, сейчас за веслами схожу. Я остался наедине с Леной. А ты землянику любишь? Не то чтобы очень, но она вкусная. Лена улыбнулась. Ясно. Я не знала, что сказать дальше, как поддержать разговор. Если бы Славя не вернулась, мы бы, наверное, так и сидели молча до самого вечера. Вот. Она протянула мне два увесистых весла. А, да. О, ха-ха. По-моему, они теснятся там вдвоем. Мы забрались в лодку. Я отвязала ее, оттолкнула от берега и кое-как начал грести. А куда именно плыть? Вон туда. Она показала пальцем в сторону острова. Остров ближний. Хе. Остров ближний. Интересно, какой капитан его так назвал? Остров-то действительно близко к берегу. Вас понял. Если бы заранее знать, что меня ждет впереди. Крутым гребцом меня назвать. Более того, я и на лодке-то плавал до этого всего раз или два в жизни. Да, острова было всего метров пятьсот, но весь путь, благодаря моим стараниям, мы шли зигзагами. Примерно на середине руки заболели так сильно, что я бросил весла, чтобы передохнуть. А что? Земляника больше нигде не растет? Я имею в виду места более доступные. Там она самая вкусная. Узявленно посмотрела на меня Славе. Тебе, наверное, тяжело одному грести. Вот Лена сразу поняла, в чем дело. Да нет, нормально. Все-таки нельзя же допустить, что мне помогла хрупкая девочка. А может, она с виду такая. Может быть, она там мешки с картошкой таскает каждый день. Остальную часть пути я думала только о том, как бы с живым добраться до острова. Славе с Леной о чем-то говорили, но я их не слушал, просто не было сил. Наконец мы приплыли. Хух, Семен, наверное, уже вспотел весь. Совершенно обессиленно я выбрался на берег и посмотрел на лодочную станцию. Она оказалась так далеко, что я ощутил себя первым человеком на Луне, который наблюдает восход Земли. Держи! Славя признала мне картину. Остров был небольшим, метров сто в длину, не более. Он скорее напоминал березовую рощу, ровные ряды деревьев покрывали всю его поверхность. Под ногами растелалось спокойно зеленое море, ветерок лишь изредка вызывал волны на поверхности. Этот островок оказался просто кировским местом. Неудивительно, что именно здесь растет самая вкусная земляника. Нам бы надо разделиться, так быстрее управимся. Да, наверное. Картинки только две. Рубка заметила Лена. Да, точно. Это я не доглядела. Как мы растелимся? Пойти с Леной, пойти со Славей. Самые сложные выборы в моей жизни происходят именно в этой игре. Я реально... Честно, у меня в жизни таких выборов никогда не было. Наверное, не будет. Наверное, только в этой игре и будет. Поэтому я должна со всей душой как-то подумать. Ну что ж. Знаете, сейчас я хочу пойти с Леной. Честно. Честно вам сказать, я хочу пойти с Леной. Хоть со Славей мы уже как бы сдружились, очень даже хорошо ладим. Как бы логично было потеснее. Но почему-то меня тянет именно к Лене сейчас. Не могу это объяснить. Семен тоже бы не объяснил. Хотя вы знаете его манеру ричи. Как же сложно сделать выбор. Как же сложно. Не завидую людям, которые, например, между двух выбирают. Ну хотя, блин, сердце же подсказывает. Надо выбирать Славю. А может быть Лену. Не знаю. Ладно, я выберу Лену. Не знаю, я хочу Лену. Хочу Лену. Давай я пойду с тобой. Давай. Вот и славно. Ну, просто мы же в первый раз тут на острове, да? Славя, она как бы и так умная. Она сама разберется. А Лена, она и так робкая. Так что мы ей поможем. Славя взяла вторую корзинку и пошла в дальнюю часть острова. Ну что? Что? Пойдем? Ага. Лена улыбнулась. Только собирай внимательнее, не пропускай ни одной ягодки. И ты тоже. Жатва началась. Земляненькость действительно была вкусной. Я бы, наверное, съел ее всю, если бы во время не остановился. Ягоды размером с клубнику, ярко-красного цвета. Да, мы точно не зря сюда приплыли. Лена шла совсем рядом, так как корзинка у нас была всего одна. Я чувствовала себя грибником, заглядывая под каждый кустик и внимательно роясь в траве. У тебя как-то лучше получается. Да? Я их не считаю, если честно. Нет, правда. Корзинка была уже наполовину заполнена. А ты, наверное, любишь природу? Да. Яркий луч солнца, пробившийся сквозь кроны деревьев, ослепил меня на секунду. Я опустился на землю и пристановился к дереву. Красиво все же здесь. Лена села рядом. Близко настолько, что ее локоть касался моего. Да! Мы просто сидели. Время, кажется, остановилось. Ветерок нелегко колыхал листя на деревьях. В троллинию лениво прыгали букашки. А вдалеке на матере звели солнечные зайчики. Ам. Лена пастила голову у меня на плечо. Что-то чувствую, тут все к роману с Леной идет, друзья. Блин, Славе жалко будет немного. Хотя не знаю. А, черт, я же вам сказала, что нужно делать какое-то одно решение. Как бы я поступила в жизни, будьте на месте Семена. Будьте на месте Семена, я бы приударила за Ольгу Дмитриевну. Так, ладно, не об этом. Сначала это немного меня удивило, но потом, прислушавшись к ее размеренному дыханию, я подумала, что так и надо. И сейчас такая Славе. Эх, вы! Видимо, разморила, и она решила вздремнуть. Несколько минут я просто сидела и ни о чем не думал. Но потом, в голове со сверхзвуевой скорости начали скакать мысли. Лена, рядом, спит, тепло, нежность, чувства. Я посмотрела на нее. На лице девушки было такое спокойное умиротворенное выражение, что казалось, я сейчас где-то не здесь. Где-то в лучшем мире. Не знаю, что бы случилось в следующую секунду, если бы я не слышала голос Слави. Семен! Лена! Я несколько раз резко тряхнул головой в разные стороны, чтобы прийти в себя. А Лена начала просыпаться. Она открыла глаза и отсутствующим взглядом посмотрела на меня. Что снилось? А? Поняв, что задремало у меня на плече, Лена покраснела. Извини. Да ничего. К нам подошла Славя, и Лена поспешила встать. И как улов? Я грустно вздохнула. Что-то не густо. А из ее картины земляника так и вываливалась. Ладно, нам и этого хватит. Пора возвращаться. Я взяла корзинку, и мы направились на зад к лодке. Обратно мы доплыли быстрее, потому что я постаралась сконцентриваться на гребле и не отвлекаться ни на что другое. Хотелось лишь вернуться на пристань живым. Первый заплыв не прошел бесследно, и в этот раз руки начали болеть уже после нескольких размахов веснами. Пришвыртовав лодку, я обессиленно рухнул на землю. Славя и Лена склонились надо мной. Если тебе было так тяжело, то сказал бы. Да нет, ничего. Сейчас полежу, и все пройдет. Ладно, тогда отнеси корзинки, пожалуйста, в сторону Дмитриевны, а то у нас еще и дела есть. Да, конечно. Сейчас я был готов согласиться на что угодно, лишь бы не вставать. Славя поставила корзинки, полные земляники рядом со мной, и весело, чем-то болтаясь с Леной, направилась в сторону площади. Самое тяжелое сделано. Так я думал, пока не встал и не взял корзинки. После спортивной гребли они оказались мешками с цементом, хотя вряд ли весили больше пары килограмм каждые. Из-за этого путь до домика вожатый занял у меня куда больше обычного, приходилось останавливаться через каждые 50 метров, чтобы отдохнуть. Когда я все же зашел, то поставил корзинки на землю, а сам с трудом опустился в шезлонг. Ольга Дмитриевна! Ольга Дмитриевна, я вам гостиницы принес! Ответа не последовало. Я с трудом поднялся и зашел в домик. Внутри никого не было. Не хотите, как хотите. Я улегся, шезлонг и задремал. Эх, опять спит. О боже. Мне приснился странный сон про земляничные гонки. Это земляника. О боже, Семен мой кумир просто. Я планировал лодки, греб изо всех сил, чтобы спасти от огромных ягод, которые гнались за мной. Руки уже отказывали, глаза заливал пот так, что ничего не было видно. Кровь стучала в висках. Но земляники все приближались. Они скалили на меня свои хищные пасти. Но постойте. Пасти у земляники? Семен! Семен! Я проснулся. Передо мной стояла Ольга Дмитриевна и трясла меня за плечи. Я смотрю, урожай вы собрали неплохой, не так ли? Да, я старался. Да, давайте девочки. Понятно, но это еще не все. Действительно, а я-то уже размечтался. Хотел спокойно полежать. Ты же знаешь, зачем эта земляника? Не имею ни малейшего понятия, признался я честно. Будем из ней делать торт. Ясно? Ура, тортики! Я люблю тортики. Что же, весьма логично. В честь чудесного спасения Шурика. Ведь это же благодаря тебе. Было понятно, что земляника дело не ограничится. И почему, скажите на милость, если я такой герой, то праздник в честь себя должен организовывать сам. Потому что ты святой, Семен. Святой Семка. Ну, наверное... Так вот, у меня для тебя есть ответственное задание. Для торта не хватает еще дрожжей, муки и сахара. Все это надо привезти в столовую до ужина. А те, кто торт будет печь, не могут как-то сами? Жалостливо понятизовался я. Конечно, нет. Они все заняты. А без дела у нас в лагере слоняешься только ты. Хоть ее в словах была изрядная доля правды, сейчас мне от этого никак не становилось легче. Более того, они послужили контрольным выстрелом. Итак, запоминай. Дрожжи возьмешь в медпункте, муку в библиотеке, сахар в здании кружков. Интересно, что делать? Мука в библиотеке нет. Ну, про дрожжи ладно. Может, там еще будут медпункти, но... Ну, сахар ладно, эти там сумасшедшие, они и сахар там едят в это время, как свою робототехнику строят. Но мука в библиотеке, она что там? Мукой балуется. Поэтому спит так много. Так, ладно, медпункт, понятно, библиотека и кружок. У меня, по-моему, всегда одно и то же место назначения, да? Вам не кажется, да, пункты у меня одни и те же? Подождите, а... Мне некогда, я спешу. Удачи тебе. Она хитро улыбнулась и ушла. Конечно, в этом лагере много странного, но... Дрожжи в медпункте? Окей, это я понять не могу, но... Мука в библиотеке? Мы с Семеном, видите, одинаково мыслим. Нравится мне он, просто люблю его. Сахар. Нет, это уже выходит за рамки разумного. Я смачно плюнула себе под ноги. Не хочу, не желаю в это верить. Скажите же, скажите, что вы меня разыгрываете. Если бы сейчас передо мной появилась толпа зеленых жирных троллей, каждый из которых считал себя обязанным вдоволь посмеяться на мной, я бы и не удивился. Может быть, но его этот торт? Некоторое время я обдумала, как поступить. Нет, если такая масштабная задумка Ольгой Дмитриевной сорвется, то мне влетит так, что мало не покажется. И усложнится все. И поиски ответов, которыми я уже давно не занимаюсь, и просто моя обычная жизнь в лагере. Похоже, придется все же... Там-там-там! Ладно, пошлите в медпункт. Мне начинает казаться, что в последнее время слишком уж часто бываю в медпункте. Что же, ничего не поделаешь. Так складываются обстоятельства. Я вздохнула и постучался. Пойдите. Несколько на распех ответила медсестра. Здравствуйте. Меня Ольга Дмитриевна прислала за... Я несколько замялся. Дрожжами. А, да, конечно. Она широко улыбнулась. Только у меня их нет. Пионер. Как так? Она сказала, что... Ну, раньше были. Докончились. Я даже не стал спрашивать, зачем мне вообще понадобились медсестре. Впрочем, ты не расстраивайся. Могу приложить себе аспирин, например. Может быть, он мне не помешал бы? А где же мне тогда их достать? Я вздохнул. А вот. Она открыла ящик и достала какую-то бутылку. Я присмотрелся. Пиво. Острампинское. А что такого? Пиво тоже продукт брожения. Она пристально посмотрела на меня. Никто и не заметит. Да, в ее словах была логика, но все происходящее казалось мне настолько гротескным, что я не сразу нашелся, что ответить. А вы уверены? Абсолютно. Ну, ладно. В карман шорт бутылка явно не влезала. Спасибо. Неуверенно прям мямлиял и вышел из медпункта. Мы что, пиво в руках будем? Нет, пиво наверняка может заменить дрожи. Даже моих скудных знаний по химии и биологии хватит, чтобы поверить в это. Но, вообще, ходить с бутылкой в руках мне сразу показалось не лучшей идеей, поэтому я решила отнести ее в домик Ольги Дмитриевны и спрятать там. Но и до него надо было добраться так, чтобы пиво не заметили. Я засынула бутылку под рубашку. Ах, все бы хорошо, но на площади меня окликнула Славя. А что пиво вообще делает у медсестры? Она что там заливает, видимо, да, немножко? Точнее, она вынурнала у меня из-за спины. Так неожиданно, что я даже сдрогнул. Как продвигается? Что? Поиски ингредиентов. А, ты уже знаешь. Да? Славя улыбнулась. Нормально. Стараясь не выдавать свое волнение, длитил я. А что у тебя там? Она показала на выпячущейся из подрубашки бутылку. А это, кажется, попал. Ну так, ничего особенного. Я глупо захихикал. Это в его это... В его стиле. Мне пора. Такой, хе-хе-хе-хе-хе-хе. У меня пиво. У меня пиво под рубашкой. Площадь я покинул почти бегом, оставив Славе в недоумении. Хорошо, что она не из тех людей, которые будут задавать лишние вопросы. Ну а есть в этом лагерь те, кого хлебом не корми, да и засунуть нос в чужие дела? Проходя мимо домиков пионеров, я столкнулся с Ульяной. О, нет. Что прячешь? Она хитро посмотрела на меня. Я решил, что отпираться нет смысла, и поэтому вызывающее ответил. Аня, твое дело. Шифровку. Штаб несу. Большая шифровка. Бутылку я держал на уровне пояса, поэтому несколько смутился. Может тебе помочь? Сам справлюсь. Я уверенно обошел Ульяну и продолжил путь. К моему удивлению, она ничего не сказала и стала преследовать меня. Фух. Ольга Дмитриевна в домике не было, так что мне удалось спокойно спрятать бутылку к себе под кровать. Ха, прикиньте, на кого Ольга Дмитриевна находит, говорит, Семен, ты что, пьешь? Так порядочный пионер себя не ведет. Ах, выйдя на улицу, я облегченно вздохну. Действительно, никогда бы не подумал, что буду так переживать из-за одной бутылки пива. Словно вернулся в старшие классы школы. Хорошо, что сейчас она безопасности. А если даже и найдут, скажу, что не мое. Опыт придумывания и оправданий у меня был большой. Ха, молодец он, конечно. Пошлите в общие кружки. Уже они-то нам сахарок точно выдадут, без проблем, надеюсь. Казалось, что сегодня мне пришлось пережить столько же, сколько за все предыдущие дни. Так что, подходя к зданию кружков, я и думать забыла о том, что искать здесь сахар, вообще говоря, несколько странновато. Ну а что, может они чаек там пьют? О, Шурик и Электроник что-то увлеченно мастерили. Увлеченно настолько, что даже не заметили меня. Я присмотрелась. Это был какой-то робот. Робот-кошка? Хотя бы его корпус. Причем робот женского пола, да еще и с ушами. Не хотелось строить теории, для чего светилам лагерной кибернетики могло понадобиться это устройство. Ха, подружку себе что ли завести захотели? Или это охранник-робот будет, наверное. Когда Алиса будет их бить, он будет защищать их кошачьими приемами. Хоть конструкция и выглядела относительно технологично, у меня были большие сомнения в том, что этот робот сможет в будущем завевать мир или хотя бы вообще будет способен на какие-либо самостоятельные действия. Однако им кажется важнее сам процесс, нежели конечный результат. И тут я мог их понять, хотя мне не хотелось признаваться в этом самому себе. С другой стороны, они не боялись провала, критики, насмешек. Шли и шли себе к научной цели, не обращая внимания на то, что кому-то она может показаться недостижимой или вовсе абсурдной. Как будто я правда их сравниваю с какими-то светилами наукой. Привет, ребята! Неуверенно поздоровался я. О, Семен! Заходи! Всегда рады! Да я и так уже зашел вообще-то. Ты это... Извинился вчерашнее. Хотя я почти ничего не помню, но мало ли что. В общем, ничего-ничего. А что тебе привело в нашу скромную обитель? Электроник хитро посмотрел на меня. Порой мне казалось, что когда он делает такое вражение лица, то полностью уверена, что знает про собеседника нечто, чем может козырнуть в подходящий момент. Мне кажется, он просто так флиртует с Семеном. Сахарок! Мне нужен сахарок! Перед глазами сразу всплыла картина из старой компьютерной игры. Где-то какой-то юнит, строитель или что-то подобное во все свои пять пикселей кричал МОА! ВИНИТ МОА! А я не знаю такой игры. А за это у нас есть. Спокойно, дядя Электроник. А зачем он тебе? Я не хотела объяснять Шурику, что его честь хотят спич-торт. Не хотела портить сюрприз. Не знаю. Ольга Дмитриевна попросила привезти. Ладно, сейчас. Электроник скрылся за дверью в соседнюю комнату. А почему сахар именно у вас лежит, а не в столовой? Когда-то, в прошлый раз, машина с продуктами приезжала, то его выгрожали последним. А так как наше здание ближе всего к проходной, то, чтобы далеко не носить, логично. Открылась дверь, и появился Электроник, тащивший за собой огромный мешок. Я, конечно, не знала, какого размера торт планирует испечь Ольга Дмитриевна, но здесь сахара явно многовато. Спасибо, конечно, но мне столько же не надо. А куда же нам его переложить? Электроник удивленно послел на меня. А мне куда? Просил сахар. Забирай. Похоже, та его улыбка все же не была без причины. А может быть, тогда поможешь мне тащить? Тут недалеко же. А мы заняты. Он показал рукой на робота. Я прескненно пострелил на Шурика. В конце концов, он был мне обязан. Жизнью своей. Он, кстати, там психом стал. С ума сошел. Мы его спасли. Тот замялся, но все же стыдливо отвел глаза. Я вздохнул, взял мешок и напрялся к выходу. Спасибо, что же. Подрываясь, сказала я на прощение. И уже через каких-то 20 метров мне пришлось поставить мешок на землю, чтобы передохнуть. Не знаю, сколько он весил, но казалось, что точно иметь 20 килограмм. С одной стороны, для столовой оставалось всего каких-то пару сотен метров. С другой же, даже такое расстояние с подобным грузом на плечах, а иногда в руках, ногах, подмышкой или даже на голове, казалось мне тогда непосильным. Я уже твердо решил передвигаться небольшими рывками с длительными остановками. К ночи как раз добрался бы, как услышал голос позади себя. Можете я помочь? Это Лена что, бугай, что ли? Бодибилдер? А передо мной стояла Лена. Не думаю, что от тебя это получится. Именно в такие минуты я мучительно тяжело ощущал, что мне катастрофически не хватает физической формы. Я могу за тележкой сходить? А вот это умно, тележка. Почему я сам в этом не подумал? Да, это было бы здорово. Подожди, я тут, быстро. Она улыбнулась и убежала в сторону площади. И что бы я без нее делал? Хорошо, что Лена все же не всегда такая застенчивая, иногда и вполне может проявлять инициативу. Я задумался. Сейчас она выглядела довольно странно. Не тени робости на лице, наоборот улыбка, уверенность. Предложения помочь сама по себе не было чем-то из ряда вон выходящим, но от Лены... Через пару минут она вернулась с небольшой тележкой. Я поставила на нее мешок. Спасибо. Не за что. Она покраснела и стала себе под ноги. Ну вот опять. Тогда я пойду? Да, удачи, и еще раз спасибо. Крикнула я вслед. Иногда мне казалось, что в Лене живут два разных человека. Но второй уверенность себе веселыми местами, даже какой-то дерзкий, появляется только передо мной. Или мне опять все это кажется? Ну, мне кажется, она из таких людей, как бы, кто прячется за маской неуверенности и скромности. Потому что ей так легче в обществе выживать. Вот так, друзья, да. Семен у нас под маской дурака какого-то. Хотя нет, это его настоящая личина. У нас очень открытый и хороший парень. Я решил, что лучше принесу все ингредиенты одновременно. Поэтому я пролюсу из тележки в сторону домика Ольги Дмитриевны. Библиотека. Библиотека-библиотека. Ну что, пошлите с Генда, блин. МЖ. Мужской туалет и женский, да? Если все остальные пункты в списке продуктов для торта хоть как-то укладывались у меня в голове, то МК-библиотеки нет. Я долго думала, кому и зачем она могла так понадобиться, но ни одного, сколько-нибудь толкового объяснения на ум не приходило. Учитывая суровый характер Жени, лучше сначала постучаться. Открыто. Корыто. Женя внимательно обстрел на меня из-под очков. Чего тебе? Эээ, ты не подумай ничего, мне бы... Я не хотел выглядеть идиотом, поэтому решил предельно подробно объяснить сложившуюся ситуацию. Мне мука нужна, Ольга Дмитриевна сказала, что у нас здесь есть. Я понимаю, что это странно, держать муку в библиотеке, но... Меня к тебе послали, а нужна она для торта. Отметь спасение Шурика. А, есть у меня мука. Что тут такого? Удивленная сила Женя. В ту секунду мне казалось, что я получил тяжелый гирий по голове и перестал что-ли его понимать. Мука в библиотеке. Действительно, что здесь такого? Мы же взверкали, и я, Алиса, сейчас съем волшебный гриб и отправлюсь домой, да? А это вон гусеница. Он вообще ничего не понимает, Алиса совсем уже... Кризанулась. Эй! А, да! Я замечтался. Подожди здесь, сейчас принесу. Она скрылась за книжными шкафами. Я скрылась руки на груди и принялась ждать. Через пару секунд послышался звук скрипящих петель. Можете помочь? Крикнул я. Сама справлюсь. Буркнул Ажиня в ответ. Она в погребе, так что придется недолго подождать. Хорошо, хорошо. Прошло уже несколько минут, а Женя так и не возвращалась. Я уже начала волноваться, как вдруг дверь библиотеку открылась и вошла Алиса. Похоже, она не ожидала меня здесь увидеть. А ты что тут делаешь? А что, нельзя? Грубо ответил я. Алиса немного опешила. Да мне какое дело? Фыркнула она и направилась к столу Жени. А ты сама зачем пришла? Алиса пристально посмотрела на меня оценивающим взглядом. Затем открыла рот, собирая что-то сказать, но вдруг... Спохватилась и отвернулась, пряча что-то за спиной. Книгу отдать? Сказала я первая, что пришло в голову. Не твое дело. Не очень уверенно ответила она. А что за книга? Алиса промолчала. Ну дай посмотреть. Интересно верить, что читает мисс Нелиза и убьет. Не твое дело. В ее голосе было еще меньше уверенности. Ладно, ладно, я не настаиваю. Хотя на самом деле мне было очень интересно, что же только читает Алиса. Более того, я ей вообще удивилась увидеть в нее в руках книгу. Телевизор, кино, компьютер. Если бы он здесь был, все это казалось бы более подходящими, и развлечений для девочки вроде нее. А тут книга. Да, нежданчик. Пытаться выходить книгу у Алисы. Ничего не делать. Мне кажется, она нам, знаете, так хорошо порепи даст, если мы попытаемся у нее выхватить. У него... И так... Он и так глупенький. Но ведь дурачком станет. Ну, давайте попробуем просто так, подле прикола. Все же, левопыстый взял вверх. Я воспользуюсь тем, что Алиса не смотрит на меня. И тихо подкравшись, аккуратно выхватил книгу. Ай! Ай! Звезлила она. В следующую секунду ее лицо приняло такое решение, что я уже начала сомневаться в правильности своего решения. Раз уж скоро умирать, то хотя бы посмотрю ради чего. В руках у меня была унесенная ветром. Аааа, понятно, что ты хочешь, девочка. Та же книга, что тогда вечером на скамеечке читала Лена. От удивления я даже забыла о неминуеме смерти. Интересно? Да. Покраснеть мне хотя, ответила Алиса. Ладно, тогда... Я протянула ее книгу. Алиса бросила ее на стол и быстро, несмотря на меня, вышла из библиотеки. Значит, и ей ничто человеческое... Блин, значит, и ей ничто человеческое не чуждо. В конце концов, она тоже девочка. Быстро проанализировав произошедшее, я заключил, что ничего такого странного не случилось. Наконец, библиотека огласилась громоглазным стоном Жени. Забирай! Я обошел шкафы с книгами и увидел вспотевшую библиотекаршу, сидевшую рядом с люком, в погреб, а рядом с ней небольшой мешок. Может быть, у них там что-то типа склада? Спасибо! Я взял мешок и вышел из библиотеки. Слава богу, что он оказался не очень тяжелым. И до домика Ольги Дмитриевны я его донес без особых усилий. Наконец, все необходимое было собрано. Я вытащил тележку с сахаром на улицу и положил на нее мешочек с мукой, а сверху приспособил кое-как две корзинки с ягодами. Пиво же я предусмотрительно засунула под рубашку от греха подальше. День близился к вечеру, а это значило, что пора спешить, ведь торт еще надо испечь. Ну что ж, друзья, испечем мы торт и потусим как следует в следующей серии. С вами была Морская Свинья. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям, ставьте лайки, делайте репосты, живите счастливо, всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»